Виновник смертельного ДТП пришел уверенный в себе и в том, что отделается условным сроком. Но когда начали зачитывать приговор, Виталий Дмитриев занервничал, натянул маску, попытался захлопнуть дверь перед журналистами. Не помогло. Тогда водитель самосвала натянул капюшон. Но спрятаться от наказания все равно не удалось. Цель исправления под суднем необходимо назначить наказание в виде реального лишения свободы. Полтора года назад Дмитриев насмерть задавил пенсионерку на пешеходной дорожке в Люберцах. Вез стройматериалы и в нарушение правил на скорости выехал на тротуар, по которому шла Лидия Володина. Это могло быть обычное дело о ДТП, каких много. Но с первого дня начались странности. В протоколе указали, что наезд вообще произошел в другом месте. А суд, медэксперт, причиной смерти сначала назвал травмы, а потом почему-то передумал и заявил, что пенсионерка умерла из-за высокого давления. И сам Дмитриев путался в показаниях, уверял, что вводит по правилам, хотя у самого десятки штрафов. А между заседаниями умудрился продать главное вещественное доказательство. Вещь док, машина ФАВ, которая ему была передана на хранение, продали. Поэтому наследственный эксперимент ее и не предоставили. Только спустя год дело передали в суд. А родственники погибшей считают, водителя давно бы посадили. Но тут главный вопрос, куда ехал КАМАЗ? На стройплощадку, где возводили жилой комплекс. Другого пути не было, вот самосвалы ехали по пешеходной дорожке. Только уже впоследствии, после того, как произошло ДТП, после всех этих жалоб, было действительно подчеркнуто, что действительно проекта организации движения отсутствовал. А между тем, участок, где произошло ДТП, говорят, принадлежит депутату МОСОБЛДУМЭ. Место, где произошло ДТП, принадлежит местному либеретскому депутату Дениска, который является миллионером. У него официальные доходы в год по несколько сотен миллионов. Он отвечает за транспортную инфраструктуру всей Московской области. И при этом он не знает, что происходит у него на его участке. Родственники погибшей пытались вызвать в суд депутата, но безуспешно. И приговором водителю самосвала остались недовольны. Слишком мягкий получил меньше, чем просил гособвинитель. Ему назначено наказание в виде двух лет, шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Дмитриева не арестовали, а в колонию он отправится самостоятельно. И, к слову, до сих пор даже не извинился за гибель человека. А в качестве компенсации издевательски перечислил семье погибшей пять тысяч рублей.